Добрый день. Сегодня у нас женская тема. Обратите внимание, это не холодильник маленький, это Катерина Высокая. Работа в женском коллективе, в молодом женском коллективе, приносит свои плоды. Катерина, это врач. Мы познакомились в Мариинской больнице, когда я чинил Мариинку. А вот еще Катерина, это уже военный завод. Там тоже женский коллектив. Но мы же с вами серьезные люди. Зачем нам молодые девчонки? Поэтому я сейчас вам расскажу про такой коллектив, от которого кровь стынет в жилах. Представьте, что мне пришлось победить 61 тещу. Вдумайтесь, многим не удается победить даже одну. Итак, смотрите, куда я попал. Да-да, вы не ошиблись. Я попал в ТСЖ. Четыре элитных дома, высотки. 17 подъездов. 51 консьерж. Шесть диспетчеров. Три помощницы. И одна управляющая. И начался мой ад. Потому что все оттуда сбежали. Называли это место настоящим болотом. У этих старушек никакой ответственности. Ничего. Целыми днями вяжут. И только пишут фамилии. Кто пришел. Кто ушел. И больше ничем не занимаются. Какие там кнопки. Какие там системы. Им на все начихать. Это был настоящий дурдом. А самое главное, что у них ненависть к жильцам. Знакомьтесь. Это наши управляющие. Елена Евгеньевна. Великий актер Георгий Миллер. Даже он выглядел гораздо симпатичнее, чем она. Как я потом выяснил, Елена Евгеньевна очень много лет отработала в женской колонии. Надсмотрщиком. А после этого перебралась в ТСЖ. Управляющей. Вы только представьте, что она там вытворяла. Это тотальный, я не знаю, блин. Ну, то, что она мужиков не любит, это точно, блин. Это такие придирки. Это, я не знаю, я стал плохо спать. У меня нервы были ни к черту, блин. Там еще было несколько мужчин. Значит, водопроводчик сдался сразу. Он целовал руки, прыгал на задних ножках. В общем, лебезил и толку от него ноль. Петр, электрик, он красивый мужик. Он спасался другим способом. Он строил всем глазки и делал комплименты. Вот этим только он и спасался. Поэтому я решил твердо не отступать и уничтожить к ядрине матери весь этот коллектив. И на пепелище этого коллектива женского построить рай на земле. Я долго думал, как это устроить. Гонял мысли туда и сюда. Представьте, что мне нужно было выбить почву из-под ног у всех у этих женщин одновременно. Чтобы они потеряли почву под ногами. И при этом тут же сразу их разделить. Потому что они, вместе они сила. А по отдельности, они слабые. Поэтому в тот момент, когда они будут слабые, я должен был их перехватить еще на себя и тут же обработать психологически. Я долго-долго думал и придумал, как это сделать. Об этом чуть позже. Сначала я вам покажу, как длилось мое утро рабочего дня. Вот вы только представьте эту картину и вы поймете. После этого короткого сюжета я начну рассказ, как я все воплотил и как у меня все получилось. Смотрите. Помоги мне Настеньку найти. Помоги мне от беды ее спасти. И не жди от меня подмоги. Уноси скорее ноги. А ну, избушка. А верни к лесу передом, к Ивану задом. К лесу задом, ко мне передом. К лесу передом, к Ивану задом. К лесу задом, ко мне передом. К лесу передом, к Ивану задом. Тю, хулиган! Все равно мой верх будет. А ну, избушка! Ко мне! 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 Ладно! Недолго твой верх будет! И на силу свою не надейся! Ты естеством, а я колдовством! Чуфи! Чуфи! Не срабей, богатырь! Раз, два, три! Ух! Ха-ха-ха! Уху-ху-ху! Ху-ху-ху-ху-ху! Ух! 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 Сюда-сюда, мой голубчико! На жаркое после супчика! Зря ты, Иван, стараешься, ножками упираешься. Все равно я тобой пообедаю. Да я, бабулечка Игулечка, ненарочно. Ненарочно? Никто меня на лопату не саживал, на жаркое в печь не налаживал. Покажи мне, Игусе, как нужно на лопату садиться. Слазь. Держи. Держу. Эх, молодежь пошла, чему вас только учат? Ой, ничего тут хитрого нет. Скатите дорожка! А ну, лепятывайте, не то я вас к головашке превращу! Вот эти дома. Я их показывал на одном из своих видео, верю на двух. Работаю на скутере. Вот они, красавцы. Здесь три подъезда, один посередочке. Там паркинг внизу. Здесь семь подъездов. Еще полдома. Еще полдома. Прямо через дорогу. Вот так вот полдома. Еще пять подъездов. Еще пять подъездов. Магазины. Магазины. Здесь можно сделать и страховку. Да, в общем, на любой вкус. По полной программе здесь все, все, что угодно. А магазины, это арендодатели. А значит, у них постоянно есть заказы. А так как у меня была в руках вся пожарная система, охранная, все видео, все, все, все. То есть у них постоянно ко мне были предложения. Что-то им нужно было добавить по системам, что-то переделать, подключить наблюдения. То есть, понимаете, это заработок. Скажу откровенно, что зарплата и так была неплохая. Она даже была больше, чем у начальницы ТСЖ. Процентов, наверное, на сколько? Процентов, наверное, на 25. Да, где-то на 30-25 процентов больше. А потом жильцы. У жильцов тоже свои пожелания. Я не скажу, что тут сверхъестественные люди жили, но у всех было тоже свои потребности. Кому-то тоже что-то починить, что-то сделать. То есть, это нормальный доход постоянно. Но самый любимый дом, это, конечно, Купчинская. Сейчас я его вам покажу. Вот мой любимый домик. Красавец. Ну так вот. Когда я придумал, как это все сделать, я несколько дней потратил на подготовку документации. Написал сам обучающую программу, программу по обучению, новые инструкции. И с этими предложениями поехал к генеральному директору. Я специально вам показываю вот это вот здание. Здесь снимает генеральный директор ТСЖ свой офис. То есть, вот эти вот завышенные кварплатные листочки, которые все мы платим, уходят вот на такую роскошь, чтобы здесь снимать, к примеру, офис. Ну, в общем, приехал я туда, объяснил генеральному, что скоро дома перейдут в штатный режим работы. То есть, полностью уже те недостатки, недочеты, которые не доделали строители, я доделаю. То есть, пожарная сигнализация будет в порядке, охранная будет в порядке, видео. Все-все-все будет работать как часы. Вот. Но нужно изменить инструкции. Предоставил ему новые инструкции. И нужно провести полностью обучение всего персонала. То есть, консержев, диспетчеров и управляющих. Чтобы все, включая управляющие, полностью знали все оборудование. Досконально. На 5 баллов. Он говорит, а что? Есть какие-то проблемы? Я говорю, да, они прикрываются старыми инструкциями, где нельзя им покидать свое рабочее место. И пытаются на этом выехать. Он говорит, хорошо, понял. Он говорит, а от меня что-то требуется? Я говорю, требуется подписать указ, что если кто-то не будет учиться и не будет плохо знать оборудование, включая, особенно включая управляющую домом, то те пойдут под увольнение. Вот. На этом мы и порешили. Он подписал этот указ. Я взял копии и поехал на дом. Когда я приехал на дом с приказом на увольнение всех, кто не будет учиться, отношение ко мне изменилось в лучшую сторону. милые дамы перестали выпендриваться, а дружным строем стали ходить учиться. Ну и я, в свою очередь, тоже не стал помнить плохое и не стал издеваться над ними. А наоборот, улучшил систему пожарную, усовершенствовал ее. То есть вентиляцию наверху и лифты, которые уходили в аварию каждый раз, когда срабатывает пожарная сигнализация, теперь можно было бы переключить прямо из диспетчерской или с консержной. То есть еще и лифтеры, которые выезжали на все эти аварии, тоже были уже довольны. То есть им не нужно было лишний раз ездить на дома. То есть все были довольны. А когда постепенно со всеми стал общаться и они приходили и учились кнопочки нажимать и я подробно-подробно объяснял что, куда, откуда. Мы ходили на этажи. Я им показывал, как закрывать правильно вентиляционные клапана, приточную вытяжку и так далее. Как проверять и смотреть датчики, как отключать голосовое оповещение, как программировать, в случае чего, как перезапускать всю систему. Я говорю, девочки, учитесь этому, учитесь, потому что, пока я доеду от своего дома, мне хоть и минут сорок пять ехать, тут жильцы с ума сойдут, а потом на вас жалобу будут писать. Они, наконец, поняли, что если будут знать оборудование и будут этот знать дом как свои пять пальцев, им самим будет легче работать. Они не будут выглядеть глупо и хлопать глазами, а мы не знаем, а вот нужно будет спросить. Они твердо уже будут отвечать на вопросы, когда, что и как, то есть полностью по графику, все как положено. Да, кстати, вдобавок, когда отношения уже совсем наладились, то есть уже встречали с чаем, с кофе, с печенюшками, Дмитрий Дмитриевич, как у вас сегодня настроение? Нормальное. Во сколько сегодня? Сегодня в три. Хорошо. Ждем. Несколько женщин я познакомил с мужиками с бывшей работы, то есть кто хотел, то есть отношения уже какие-то там у них тоже начались, вроде даже неплохие. Вот. То есть через какое-то время, когда я уже установил 1800 датчиков, ой, 1080 датчиков пожарки, 573 домофона, 16 видеокамер, куча электромагнитных доступов на дверях, телевидение людям подсоединил, запустил пирожковый дворик, ресторан, стоматологию, пирожковый дворик, то есть полностью запустил этот дом со всеми его арендаторами и так далее, и тому подобное, то появился пожарник. и когда приехал пожарник, он так пошутил, ну, чего, мол, показываю, где у вас тут недочеты, я говорю, вы, молодой человек, не выпендривайтесь, я говорю, предлагаю с вами поспорить, говорит, как это, я говорю, я спорил, говорю, на бак бензина, что вы, говорю, включите в любом месте наугад пожарную тревогу и все сработает как положено, не верите с первого раза, включайте сколько угодно раз, пока вы не устанете, проиграете, запомните, я езжу на 95-ом бензине, с вас целый бак бензина, и когда он проиграл, залил мне целый бак бензина, и после этого где-то через месяц приехал на второй дом, это вот как раз на Дунайске, я вам показывал, красненькие домики, опять увидел меня, он такой, о, говорит, Дмитрий, так вы и здесь, я говорю, да, здесь, он говорит, я подписываю сразу, говорит, без вопросов, здесь то же самое, я говорю, то же самое, все работает, вот такие вот ребята пироги, надеюсь, вам это видео понравилось, да, кстати, с Еленой Евгеньевной со временем мы подружились, и с этих домов уже через два года уходили, как лучшие друзья, она уходила по своим, делам, ей достался еще следующий дом, там нужно было, ну, как сказать, ну, то же самое, так же, держать всех в узде, а я уже уходил на следующую работу, потому что, скажу откровенно, я, когда доделаю дело, то есть, становится неинтересно, нужно что-то новое, и, наверное, следующее видео будет, раз уж пока женская тема такая, как достать тещу, как, вернее, спасти тещу из секты, вот первую тещу, я вытаскивал из секты в одиночку, я просто смотрел по телевизору передачу, и там видел, как люди мучаются, говорит, это же невозможно, нас туда не пускают, нам закрывают, нет доступа до наших родных, а я вам расскажу, стопроцентный способ, как в одиночку вытащил тещу из секты, которая хотела завладеть жильем, и как я встретил этого руководителя этой секты через несколько лет, и куда он вложил деньги, в какое предприятие, надеюсь, вам понравилось это видео, всем спасибо, всем пока.